Здравствуйте. Слушали вы пресс-конференцию сегодня лидеров России, Германии, и вот в частности о тех посылах, которые были даны лидерами стран в Северном потоке-2, какие выводы сделали? Я не слышал, но я читал брифинг, то есть основные тезы. Ну вот сейчас мы как раз удали эти существенные ключевые позиции. Больше особенно ничего было сказано. Что скажете? Потому что мы же ждали чего? Я лично чего ждал, что после Вашингтонских соглашений Байдена с Меркель, что Владимир Путин, например, скажет, вы знаете, мы приняли решение, и скорее всего после завершения контракта на транзит по территории Украины мы продолжим транзитировать. Об этом сейчас начнем уже договариваться потихоньку с Украиной и с ЕС. Но это не прозвучало. Что это означает? Это означает наступное. Это певная подмена понять или манипуляция с боку руководителя России. Я объясню, в чём справа. Когда они сначала всем рассказывали, что «Певничный потек-2» – это коммерческий проект, и он не является альтернативой украинского маршрута, он не замещает украинский маршрут. Это про дополнительные обеспечения газа, которые должны идти в Европу. То, соответственно, можно было бы ожидать, что европейские компании, которые партнерами «Газпрома» в этом проекте, они будут укладывать дополнительные контракты на дополнительные обеспечения, а обеспечения, которые идут сейчас через Украину и дальше будут идти через Украину. А теперь Путин, очень элегантно, взял и изменил постановку питания. Он говорит, что «Нет, обеспечения, которые сейчас идут через Украину, они идут через «Певничный потек-2», а если будут какие-то дополнительные обеспечения, то мы рассмотрим возможность транспортирования их через Украину». Таким образом, он хочет, чтобы Европа купила в России еще больше газа, создавая дополнительные обеспечения для режима Путина. Мы не согласимся с такой постановкой вопроса. Мы четко помнимо, что нам рассказали раньше. Это мы объяснимо и американским конгрессменам, и сенаторам, которые стискнут на администрацию о использовании действительных санкций против «Певничного потока-2», принайменьше до того времени, как российская сторона и немецкие партнеры не начнут выполнять, принайменьше, ранее наданные обеспечения. Юрий, если с российской позиции тут, скажем так, сюрпризы не случилось, в этом смысле, но американцы и немцы обещали сделать все от них зависимое, чтобы гарантировать, слово «гарантировать» было употреблено. Получается, что не получается гарантировать? Они сейчас обещают, но вопрос в том, что нам достаточно этих обещаний, особенно после Будапештского меморандума. Мы говорим, что нам не нужны обещания, что через три с половиной года все будет хорошо, а потом нам скажут, что извините, что Россия не хочет, а мы ничего не можем с этим делать. Поэтому мы говорим, что нет, мы хотим прямо сейчас увидеть, как европейские компании будут бронировать потужность украинского ГТС. Они будут контракты на поточные обещания укладывать уже безусловно с Украиной на долгий термин. Таким образом, мы будем гарантированы. Нам такие гарантии нужны. Нам не нужны обещания. Нам нужны реальные контракты с европейскими компаниями на те обещания, которые сейчас идут через Украину. Таким образом, мы будем уверены в том, что эти обещания и дальше будут идти через Украину. А если для каких-то додатковых обещаний потребен «Певничный поток-2», то нехай тогда они укладывают на эти додатковые обещания контракты уже с Газпромом, обеспечивают ответственность «Певничного потока-2» европейскому регулированию, так называемому третьему энергопакету. И тогда вот в таком уже включе ведут разговоры. Эту позицию, я так понимаю, мы будем декларировать и в ходе переговоров с Ангелой Меркель и командой здесь, в Киеве. Мы уже декларировали такую позицию, в час вечера с паней Меркель, я особо ей это рассказывал, и эта позиция находила, принаймне, разумение с боку пани Меркель. Да, но тогда она еще не летала к Путину и с ним об этом не говорила. Теперь слетала и поговорила. Исходя из тех сигналов, которые мы услышали на пресс-конференции, ну давайте так сформулируем. Должным образом уговорить Путина, или убедить, или уговорить, или кто-то скажет, надавить, чтобы он гарантировал транзит, или хотя бы на это намекнул, не удалось. С чем, как вы думаете, Меркель сейчас прилетит в Киев, вот после завтра? По этому вопросу с чем я говорю? Вона повторить ваши слова и скажет, вибачайте, але поки не удалось пороконати Путіна, чтобы он изменил свою позицию. Все, она же в сентябре заканчивает работу. Но если вы прочитали или услышали, что она сказала, она как раз ее зауважила очень четко. Когда Путин фактически просто показал свою позицию, она сказала, что она готова в ближчие тижни, пока она еще при посаде, проводить соответствующие встречи, на которых это будет обговориться. То есть, насколько я понимаю, все же таки, остается надея, что пані Меркель до того, как она пиде с посади, сможет организовать встречу в нормандском формате, на полях якої можно обговорить и вопрос газа. Как это было минулого разу, когда была нормандская встреча, которая обговорила вопрос войны. Но потом на полях этой встречи в Париже мы тогда договорились и потом уже и договорились про транзит через Украину. Да, тогда это было. Но я помню в тот же самый момент переговоры президента Украины в Берлине с Ангелой Меркель, где она выступила против объединения, повесток дня нормандской четверки и энергетики. Ну, не знаю, может быть, изменит свое мнение. Я с вами согласен в чем, что, и то, что очевидно многим, что Ангела Меркель не хотела бы уходить с должности, да, вот на такой ноте, ну, или, не знаю, с послевкусием или ощущением, что она где-то обидела Украину и изменила, кто расскажет принципом, да, или идеалом, что ли, ну, кто-то так может посмотреть на эту ситуацию и так это увидеться. Полностью погоджусь. Хорошо. Думаете, может измениться ситуация по этому поводу еще до второй декады сентября, когда канцлер заменится в Германию? Ну, насколько я понимаю, во-первых, она прийде до нас, мы с ней поговорим, мы почуем, а все же таки, ті речи, которые не были публительно озвучены. Також мы продолжим разговаривать на эту тему с президентом США, подчас визиту Зеленского до Вашингтона. Это будет этого месяца. И после этого, возможно, будет какая-то консолидована позиция и Немеччины, и Соединенных Штатов. И это произведет, мы сподіваемся, все же таки, мы не можем ничего гарантировать, даже мы не можем на это рассчитывать, но мы можем сподіваться, что все же таки еще за каденцией Меркель, будет еще одна встреча в нормандском формате, где эти вопросы будут обговорены. Хорошо. А у нас какие-то новые аргументы и позиции есть к встрече с Ангелой и Меркель по этому поводу, по поводу Северного потока-2? Или мы, в принципе, с той же базой подходим к этим переговорам? Может быть, какие-то новые моменты, аргументы? Чем-то мы еще убедим? Ну, после последней встречи много времени прошло, и, скорее, мы выклали свою позицию, с этой позицией, с пониманием нашей позиции. Вона поехала до Путяна. Теперь мы хотим почути, как эта позиция была с Путяным обговорена. И после этого, а после этой разговоры, это же таки живый, интерактивный режим. То есть, у нас есть много аргументов. Минание в том, какие аргументы есть у другой стороны, как ситуация изменится. То есть, в этом живом общении мы сможем дать дополнительные аргументы, если они будут необходимы. Но стратегично позиция не изменена. То есть, мы говорим про то, что при сертификации Путяного потока-2 должны быть использованы все европейские нормы, причем как за буквой закон, так и за духом этого закону. А это означает, что как до самого Путяного потока-2 все желающие европейские компании должны получать доступ. То есть, например, не только Газпром мает транзитировать газ этим газогоном. Но при этом, и в этом принципу солидарности, укладенный в соответствующее европейское законодательство, что должны быть также врахованы интересы других стран, через которые проходят маршруты транзитирования газа. А это, например, и та же Словаччина, европейская страна, Словаччина, Словачский газопровод – это продолжение украинского газопровода, украинского маршрута. Те же самое касается Польши, например, або Румунии. Так вот мы говорим, что этот третий доступ сторон должен быть безопасен, соответственно, и до украинского маршрута, который потом продолжается в Словачский, Польский и Румунии. Пока этого не случится, не может быть сертификован Певничный поток-2. Таким образом, и это должна быть принциповая позиция Немеччины, они должны поставить Путяна перед выбором. Або он действительно сейчас отмечается от использования газа как геополитическое оружие, он действительно обеспечивает, что Россия больше не использует газ как метод влияния на окружные страны, как метод шантажа того же политического. То есть, он относится к газу как просто к комерционному биржевому товару. Або он никогда не увидит реальную работу Певничного потока-2. Прежде чем мы сейчас перейдем к последствиям запуска Северного потока-2 для нашей энергетики, для простых потребителей и к тому, как это отразится на наших платежках, в том числе и прежде всего сейчас, в ходе грядущего отопительного сезона, я еще спрошу вас по поводу новости, о которой сообщил несколько ранее, что меняют своего представителя на крымской платформе американцы. Белый дом сообщил, что вместо министра инфраструктуры приедет министр энергетики. Вам, вероятно, об этом известно. Что это, на ваш взгляд, означает? Может ли это сулить нам какие-то хорошие новости? Может быть, американцы передумали давать добро на запуск Северного потока-2? Можливо, но это, как говорят сами американцы, «too good to be true». Поэтому, скорее всего, я не думаю, что ситуация самым таким чином глядает. Но при этом, визит министра энергетики даёт нам дополнительную возможность обговорювать эти вопросы. Единственное, что я уважаю, «Певничный поток-2» – это, в принципе, не вопрос министра энергетики. В США, как это не удивительно, министра энергетики занимается, насамперед, ядерным арсеналом Америки, потому что весь ядерный арсенал как раз находится под контролем Министерства энергетики. А ядерный арсенал Америки, он, возможно, наиболее сильный или такой же сильный, как российский. Это, ну, мы понимаем, это очень важная и величезная ответственность, и Министер энергетики насамперед этим принимается. «Певничный поток-2» он является мандатом или находится под контролем насамперед Держдепу, Державного департаменту, это как МЗС украинский, и Рада нацбезпеки, и там, радника Джейка Салливана. Тому я не думаю, что министра энергетики США будет ключевой, я точно знаю, Хорошо, а почему, на ваш взгляд, вот эта замена случилась? Какие кипотезы? Але стратегично Україна хочет побудовать с Америкой энергетическое партнерство, и мы про это говорили, я говорил это под час моих визитов до Сполучених Штатов. И мова йде про то, что безвідносно північного потоку-2 мы хотим співпрацювати с Америкой щодо так званого зеленого перехода в энергетике. Есть много вызовов для Украины, которые вместе с американскими нашими партнерами мы хотим решить. И как раз питание этого стратегичного энергетического партнерства между Украиной и Америкой мы будем обговорювать обовязково. И это очень хорошо, что она приезжает к Украине, потому что даётся нам возможность все эти питания обговорить. Доброе. Юрий, про отопительный сезон. Давайте опять же сквозь призму Северного потока-2 и так далее. Мы сегодня понимаем и знаем, что фактически ту часть недостающего газа, которую мы не добываем у себя в стране, мы импортируем, импортируем посредством виртуального реверса. Что нас ждёт? Давайте рассматривать сценарий запуска Северного потока-2 и переориентации транзитёров на этот газопровод. Что нас ждёт в этом случае? Я знаю, что в правительстве сейчас назначена и собрана комиссия для того, чтобы заниматься этими вопросами, правительственная, которая состоит из членов Кабинета министров, чтобы разобраться, что будет дальше. Итак, какие ответы уже есть на этот очень сложный, непростой и где-то даже болезненный для нас вопрос? Если Певничный поток-2 будет запущен, это означает, что с 2025 года мы не можем ожидать на транзит, на любые обсяки транзита российского газа. Мы не можем верить этим обещанкам разглядывать с боку Путяна или даже с боку каких-то святовых лидеров. Поэтому мы должны ожидать, что транзиту вообще не будет. Это означает, что мы должны подготовить нашу газонаспортную систему до такого варианта, когда нет транзиту, а в принципе рассчитана на транзит, чтобы мы понимали. Она будовалась таким образом, чтобы большие обсяки газа шли с территории России. Поэтому мы привыкли слышать суждение о том, что если транзита не будет, то труба уйдет на металлолом. Нет, она не пойдет на металлолом. преобращение. У нас есть значительные обсяки собственного производства. И мы должны переориентировать нашу санспортную систему как раз на власный видобуток природного газа, на власный видобуток біогаза. У нас есть величезный потенциал для виробления біогаза. Мова может идти про миллиарды, а может даже 10 миллиардов кубометров на рік. Это фактически сколько мы импортуем газа наразе. А также мы должны рассмотреть такие варианты как использование этой системы для транспортирования водной. То есть мы уже это вопрос удовольствия недешевого, насколько я понимаю, переориентировать газотранспортную систему. Это не просто даже модернизация, это переквалификация. Поэтому и наш основный варіант поляга в том, и мы честно скажем нашим партнерам, что если певничный потек-2 будет зупинен или, как я сказал, европейские компании заброняют потужность украинского ГТС на довгий термин, например, после 2024 года еще на 10 доходы от транзита это около 20 миллиардов долларов. После 2024 года мы как раз и будем использовать для финансирования этого зеленого перехода. То есть модернизация ГТС, например, под транспортирование водки, и выработание этого водки, и выработание биогаза. Это модернизация котлев в центрального опаления. То есть все эти вещи, как вы правильно сказали, они вымагают не просто миллиардов, а десятки миллиардов долларов. И Украина как раз и хотела использовать доходы от транзита для финансирования этого зеленого перехода. Звучит сейчас хорошо, Юрий, но все это время мы доходы от транзита использовали не совсем вот так. И тут нам должны все поверить, что, знаете, как раз сейчас мы начали использовать деньги от транзита. Мне кажется, на дороги отправили деньги, которые Но великое строительство это все же таки пошло для развития экономики. 100%. Я хочу использовать виробство того же биогаза. Тоже потребует дорог, потому что нужно, чтобы биомасса привезла на соответствующие заводы, где она будет переработать и газифицировать. Поэтому дороги нужны. Но мы как раз показали всему святому, и это очень хороший знак, что эти деньги не были проедены. То есть великое строительство это лучше, чем просто проедем, не скажу, что прокрасти. Питание просто в том, что великое строительство должно быть расширено, и это должно быть строительство не только дорог, а это должно быть строительство производства биогаза, это должно быть производство новых даже делянок газопроводов для транспортирования водного. У нас сейчас инновационные проекты о том, например, зеленого аммиаку, ближшим чатом вы почуете про это. То есть это великое строительство должно включать строительство энергетических объектов. И поэтому мы можем показать всему свете, что мы делаем то, что мы говорим. хорошо, согласен с вами на 100%, но тогда надо, чтобы эти высказывания, эти суждения были озвучены не в будущем времени, а в настоящем, а то и в прошедшем. Скорее, что мы эти средства потратили на вот, мы уже сделали вот это, а не сделаем и будем. Само про это президент Украины пан Зеленский при мне казал это пані Меркель под вечеря, и вона цему поверила, вона відповідно, возможно, и про это как раз говорила с паном Путином, або принаймні это впливало на ее восприятие. То есть, вона за результатами нашей встречи, она тривала, до речи, больше, чем с паном Путином, в два раза больше, если дать весь час, как раз нам здаётся, что нам удалось переконать ее в нашей щирости и в том, что у нас есть реальные проблемы, которые потребуют реального решения, и мы можем быть партнером в решении этих проблем. Это не только проблема Украины, это проблема всего региону, если не сказать даже святой безопасности. То, что происходит сейчас на европейском рынке газа, это проблема и для европейцев. безумовно, и вы просто сказали. И, кстати, не на европейском только. Насколько я понимаю, и Азия тоже сейчас активно зашла на рынок и перепокупает газ даже по 550, и европейцам он не всегда достаётся. Это глобальный рынок. Это глобальный рынок. Если, например, Россия уменьшает поставки трубного газа, ну, через трубы в Европу, это означает, что Европа должна покупать больше ЛНЖ, соответственно, увеличивает потребность на ЛНЖ, который купит Азия, и цены на весь газ идут наверх. Это глобальный рынок, от этого потерпают все. Правильно, все ищут сейчас пути выхода из этой ситуации, и первое, которое напрашивается, это запуск Северного потока-2, который решит все эти вопросы. Может быть, этот кризис приходил в голову. А кто-то называет это экономическим проектом, как сегодня об этом сказали Меркель и Путин. На секундочку. Я хочу вас о другом спросить. Сегодняшнее сообщение, может быть, вчерашнее, но я сегодня увидел о том, что у нас уже упал почти на 15% транзит за первую половину текущего года, январь и июль. Это правда? Так, потому что контрактные обзаги этого года 40 миллиардов, а минулого года они были 65 миллиардов. То есть, Россия, когда укладала контракт на транзит, она, соответственно, уже предбачала, что они запустят Певничный потек-2, и поэтому они ожидали, что этого года они будут меньше транспортировать через Украинскую ГТС. Кроме того, был запущен Турецкий потек, и те обзаги, которые шли, соответственно, через Украину, потом через Румунию, далее, соответственно, Болгарию, там, в Туреччину, они зараз идут. Сколько нам, Юрій Юрьевич, нужно транзита, чтобы труба существовала, скажем так? Ну, вот сейчас, например, 40 миллиардов, эти контрактные обзаги, которые есть, они фактически минимальными для нормального функционирования системы. То, что сейчас уже минимально. Так. И именно поэтому мы и сказали, что, смотрите, мы укладываем контракт на минимальный обзаг, но при этом мы ожидали, что европейские компании будут принимать додатковые мощности. Мы ожидали, что центральные азиатские компании будут экспортировать газ через Украину в Европу. И мы про это договорились в 2019 году. Поэтому мы и говорим, что уже сейчас не выполняются эти обзаги, нет ответственности к тем ожиданиям, которые у нас были. Нас змусили, например, ну как змусили, переконали, скажем так, дипломатично впроваджувати европейские правила. Той же, например, анбандлинг, відокремление оператора. Это был очень болезненный процесс и очень недешевый процесс. Мы это сделали. Для чего? Для того, чтобы были эти европейские правила, за которыми уже европейские компании могут бронировать потужности. Нам про это сказали, а сейчас мы не видим никаких европейских компаний, которые бронировали потужности для транзита. Почему? Потому что Газпром не дает. Поэтому мы и говорим, что, смотрите, перед тем, как нам что-то сказать про «Певничный поток-2», что это коммерциальный проект и так далее, будь ласка, выполните то, про что мы домовлялися раньше. Когда вы выполните это, когда мы увидим, что это действительно экономический, коммерциальный проект, как говорят на конференции, тогда мы будем по-другому ставиться до перспектив «Певничного потока-2». Владимир Зеленский заявил в одном из крайних интервью. Я себе выписал, чтобы вас спросить. Я процедирую заголовки западных СМИ, которые, и не только западных, украинских в том числе, после запуска «Северного потока-2» цены на газ в Украине могут вырасти. Юрий, о чем идет речь, насколько вырастут цены, учитывая то, что происходит сейчас на рынке, и отдельные прогнозы, которые звучат, что на отопление от 40 до 70% в этом сезоне вырастет цена. Видите, ну, по-перше, это настораживает. Почнемо с того, что цены для потреб населеня не ростут. Как те люди, которые купуют газ, соответственно, для собственного опаления, так и те, кто купит тепло у предприятий централизованного опаления. Нафтогаз установил для всех потреб населеня ціну 7,4 гривни. Вона не залежит от коливания на европейском ринке. Это цена за довгостроковым контрактом, хотя спотова цена прямо сейчас на ринку, вона там 20 гривен, там, трохи менше. А люди отримуют газ, відповідно, для своих потреб по 7,4 гривен. Это важно обозначить. Это важно. Но, есть но. Правильно я понимаю, что тепловикам не хватает газа. Для потреб населеня им вистачает газу, мы даем достатньо им газу. Есть те, которые говорят, что не хватает. Вы об этом знаете, я уверен. Так, але им потребен газ еще для виробления тепла, для постачания промисловостей коммерційным споживачам и іншим, ну, непобутовым, так званым, споживачам. Им тоже хотелося, зрозуміло бы, отримувати и цей газ по 7,4 гривен, а не по 20. Но, мы говорим, ось там діє как раз рынково-спотова ціна. Так ось, люди не мают переживати, они не постраждают. Что до всего иного, тут сложно прогнозировать. Разрешите, я говорю с вами, потому что, ну, мы же все прекрасно понимаем, что даже если годовой тариф, и слава богу, если так будет, то если тариф на газ для промышленности вырастет, то вырастут цены, все станет дороже, что вокруг, потому что промышленность будет эту разницу в цене вкладывать, не знаю, в цену продукта, который производит. Не знаю, электроэнергия, потому что вокруг. Не, электроэнергия, вона, ну, электроэнергия выработается у нас не с газа, поэтому с этой точки зрения нет. Это были очень таки обмеженные периоды, когда там есть зима, и спит, там пару буквально днів. Но основные споживачи, это металурки, которые экспортуют, соответственно, потом свои метали. Сейчас очень высокие цены на продукцию металургов, соответственно, они не очень от этого страждают, честно говоря. Также, то есть, большие промышленность споживачи, сейчас, оскільки есть так называемый суперцикл, с точки зрения цены на все основные такие биржевые товары, метал, руду и так далее, они могут позволить себе такие цены. Я не говорю, что они не хотят цены нижче, все хотят цены нижче, но это окремая ситуация. Просто проблема в том, что сложно что-то прогнозировать, потому что мы как раз и бачим, что ценоутворение есть следом фактически политических действий с боку России. То есть, это не нормальная коммерциейная ситуация, это не просто ревновага в форме пропозиции. Кремль, умовно говоря, хочет, задирает цены, хочет, снижает цены. Поэтому действия Путина прогнозировать сложно. Я, до речи, пометил цитату пана Зеленского, что действия Путина иногда выдаются, принаймні, иррациональными, поэтому сложно их прогнозировать. И эмоциональными, когда он говорит об Украине, сказал Владимир Зеленский. Это, особо, очень эмоционально. Сколько газов у нас в хранительщах сейчас наших? Вже приблизительно более 18 миллиардов. Мы перевикинули, до речи, планы, которые установил уряд. Уряд сказал, что было 17 миллиардов на начале опаливания сезона. Паливания сезона обычно у нас где-то 15 жовня. У нас же еще пару тиженей в том было 17 миллиардов. Мы сбільшуем, наближиваемся до позначки 18 миллиардов. На начале опаливания сезона мы плануем иметь больше 19 миллиардов. До речи, для того, чтобы додатковые риски, которые есть через все эти проблемы, связанные с Певничным потоком-2, санкциями, которые мы сами требуем. Мы, в принципе, хотели бы иметь больше газа в подземках, и поэтому мы накопичем больше газа. А сколько газа из этого количества наших, а сколько европейских трейдеров? Там же не весь газ наш. Не весь наш. Но у нас есть функционующий оптовый рынок, поэтому европейские компании продают газ на украинском рынке. Это как раз было наслідком в хорошем смысле слова реформи. Есть ликвидный рынок, он прозорый, конкурентный. Украинские компании, европейские компании уже много лет, несколько лет, понимают, что они всегда могут привезти газ в Украину и его продавать. И мы их покинали успешно, что лучше это делать не просто, например, сразу привезли и продали. Привезите газ влитку, зберегайте их в сковищах, и продавайте потім этот газ в зимку. Промисловым споживачам, мова идет про промисловых споживачів, чтобы мы понимали, например, у нас есть завод Арселор, это как в Кривом Горозе. Арселор как раз привозит свой газ, трейдер, он купил его в Европе, привезет, я не могу все комерсийные таемницы разговаривать, но таки компанії, как Арселор, скажем так, дипломатично, привезут собі газ, зберегают их влитку в сковищах и потом постачают на свои же заводы. Кроме того, мы понимаем, что много украинских компаній, украинских олигархів, они имеют компанії за кордоном, офшоры, або просто европейских трейдеров. И много газа, который, соответственно, в украинских сковищах, это просто европейские компании, но и украинских бенефициарь. Хорошо, правильно ли я вас понимаю, что сегодня мы готовы на 100% к бесперебойному прохождению отопительного сезона? То есть тот газ, который у нас в хранилищах, его достаточно, годовой тариф будет сохранять свои позиции, он останется, проще говоря, несмотря на претензии, что где же тогда рынок газа, если у вас есть годовой тариф, это тема отдельного разговора, есть рынок или нет рынка. То есть мы, в принципе, проскочим. У нас есть все основы рассчитывать на безперебрежное проходжение, нормальное проходжение паливного сезона. И, правда, реагирую, на рынке как раз есть разные продукты, разные контракты. Есть контракты двогостроковые, например, у нас контракты с тепловиками взагалі на три года. И мы фиксируем, там у нас есть певная формула, певная фиксация на каждый год ціни. Это нормально. Вы можете укладывать контракт, где цена изменится щодня, а можете укладывать контракт, где цена изменится щороку. Питание не в том. И иногда бывает, або часто бывает, всегда бывает, скажем так, когда, например, вы зафиксировали ціну на год, а потом добовые ціни, они меньше или больше, чем цена на год. Это совсем другая речь. И мы, как нафтогаз, и хотим сделать рынок более цивилизованным, иногда сложнее, но более цивилизованным, чтобы для разных споживателей наиболее эффективно задовольняться их потреби. Люди, например, не хотят, чтобы их цены изменились каждого дня или месяца. Это была наша идея, мы ее впровадили, и люди сейчас бачат переваги такого подхода. У них цена зафиксирована на год, 7,4% для их потреб. Сейчас это на рынке 20%, а они получают по 7,4%. Да, сейчас получают. Но это вопрос, опять же, газ закачанный в хранилище. Если ситуация на рынке не изменится, а нам, может быть, и в этом отопительном сезоне нужно будет допокупать, доимпортировать, то будем импортировать по 20%. В откривом тайну, для нас важливо как раз забезпечить певную соответственность властного видобутка, обсяг властного видобутка и споживания для населення. Почему такая цена 7,4%. Потому что населення споживает трехи зараз больше через тепловиков и через облгази, чем мы добываем. Но, в принципе, мы хотим наращивать видобуток, инвестируем зараз значительные деньги, и мы хотим чтобы у нас было достаточно властного видобутка для обеспечения потреб населення. И для нас, до речи, для людей хочется зафиксировать ціну, чтобы она не изменилась щодня. И для властного видобутка, например, у нас есть компания, которая добивает, украшедобивание. Им тоже важно зафиксировать ціну. Они не хотят, чтобы щодня изменилась цена, и они не будут знать, чи выгодно бороться новую свердловину, или невигодно. Для них тоже важны фиксированные цены на более долгую перспективу. Это ключевая тема. В завершении я вас об этом спрошу, Юрий Юрьевич, ввиду, что мы в преддверии Дня независимости, когда случится так, что мы об энергонезависимости Украины будем говорить не в контексте пламенных политических речей кандидатов на выборах в парламент или в президенты, а прагматично, конкретно апеллируя цифрами и скажем, что вот наконец-то настал тот день, когда мы можем не оглядываться на русских, на немцев, на американцев в вопросе газа. То, что мы добываем, нам этого хватает. Более того, по цене 20 за кубометр мы еще и продаем на рынке из наших газовых хранилищей не только. Ну, тут, до речи, и гарна действительно нагода 30-ти речнице независимости и все разговоры про Певничный Питик-2 как раз подштовхивают нас до очень четкого висновка. У нас осталось меньше чем 4 года для того, чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины. То есть, до конца 2024 года, когда всплывается поточный контракт, мы должны сделать так, что мы взагалі не залежим от импортованного газа, чтобы мы начали экспортировать, чтобы мы понимали, что мы вырубиваем газ и вырубляем например, тот же биогаз, и это власный видобуток, это власный створенный национальный продукт, поэтому мы можем как раз забезпечить нормальными стабильными цінами газ для потреб населенения. Все это нужно сделать, снова таки, до конца поточного транзитного контракта, это очень амбитная задача для нас, но у нас не остается другого выбора, чем эту амбитную задачу реализовывать. Это 100%, выхода другого нет, иначе даже не хочется сейчас говорить о том, что нас будет ждать, мы начинали об этом говорить. И, как говорят американцы, которые приезжают министр энергетики, про что мы будем с ней разговаривать, они говорят «If there is the will, there is the way». То есть, если есть такая потребность, то находится и шлях. У нас есть такая потребность, у нас есть воля для этого, и нам нужно сейчас найти этот шлях вместе с нашими партнерами, чтобы это сделать. Так и есть, я надеюсь, так и будет. Юрий, вам успеха в переговорах, я понимаю, вы будете принимать участие в переговорах с Ангелой Меркель, в том числе, когда она будет в Киеве. Я надеюсь, что так и случится. Юрий Витренко, глава «Нефтегаза», уважаемые зрители, был с нами сегодня. Спасибо за разговор. Спасибо. Успехов.